И теперь о событиях неоподробнее. Нетривиальное решение, давние проблемы нашли на почте России. Ну как нашли? Скорее прикрыли одну брешь и оголили другую. По крайней мере складывается такое впечатление. Ну судите сами, из-за нехватки сортировщиков жителей региона месяцами не могли получить письма в отделениях. Теперь надежда заполучить корреспонденцию появилась, но не у всех. Стал вопрос, будет ли кому доносить квитанции письма до домов. В проблему погрузился Павел Марчуков. Увесистая пачка. Попробуйте. Ну да, весьма увесистая пачка. А если учесть то, что это все ложится на руки хрупкой женщины, то, можно сказать, неподъемная. Кипу писем и телеграмм с Ржине Багдуевой приходится носить, что называется, за себя из-за того парня, поскольку в Иркутском отделении связи, где работает женщина, сократили число почтальонов. Одного сотрудника перевели сортировать корреспонденцию. Таким образом, руководство попыталось решить кадровую проблему и сделать так, чтобы люди быстрее смогли получить письма. Однако в итоге потеря даже одного человека в штате почтальонов существенно усложнила доставку корреспонденции. Дома же благоустроенные, и они все высокие. И вот эти счета приходят за коммунальные услуги, за капремонт, за воду, за энергоснабжение, за телефон. Пять видов, их приходят тысячами. И вот сидишь целый день, подбираешь все эти счета, потом разнущишься. Это же вес, это тяжело. А еще нужно добавить к этому большие расстояния. В день почтальон проходит несколько километров, чтобы отдать корреспонденцию. Теперь расстояние еще длиннее. Только наша героиня стала обслуживать на 100 домов больше. В общей сложности их теперь почти полторы тысячи. За этими цифрами стоят реальные люди. Десятки тысяч человек, которым почтальоны, а вместе с ним и письма, могут так и не дойти. И такой риск существует ни в одном Иркутском отделении. Как нам сообщили работники почты, нагрузка возросла абсолютно на всех сотрудников. Например, в этом отделении штатных кассиров-операционистов всего лишь два человека. И то, по факту, работает сейчас один, поскольку второй находится в отпуске. Собственно, поэтому время обслуживания клиентов увеличилось в несколько раз. Не лучшая ситуация и здесь. Клиентов обслуживает всего один операционист. А желающих получить корреспонденцию десятки. Результат – огромная очередь. Некоторым приходится по нескольку раз приходить на почту. И все безрезультатно. Вот сейчас получу письмо, мне буквально минутка заполнено. Уже все, я отдала, мне отдали, я ушла. А я сейчас простою здесь сейчас не меньше. Еще и в духоте. Еще и с нервами. Планируется ли что-то менять? И речь не просто о перестановке сотрудников. Мы решили выяснить у руководства почты. И направили запрос с просьбой прокомментировать проблему кадрового голода. А заодно нестандартный подход к решению проблемы. Ведь явно, что работы стало гораздо больше, а зарплата у людей осталась на прежнем, довольно низком уровне. И не подтолкнет ли это уволиться оставшихся сотрудников? Отвечать на наш запрос будут в течение недели. А сколько времени потребуется, чтобы решить давнюю кадровую проблему, не возьмутся предсказать. Павел Марчуков, Виктор Черкашин, Марина Минченко. Новости по будням.